здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очередной разбор разбор путина многие из вас проголосовали именно за него он победил у нас во вкладке сообщества если вы хотите получать именно те разборы которые вы хотите видеть то пожалуйста активнее голосуйте в этой вкладке и здесь конечно же невзирая на мое отношение к данному персонажу и на отношение многих других раз он победил значит будем разбирать его вы знаете это очень даже хорошо потому что последнее время было несколько выступлений путина на публике и у меня есть что сказать понимаете вот много там было таких моментов которые на знаете как то так все откладывались и откладывались и сейчас можно сказать что вот так вот вышли в очередной разбор ну давайте сразу не будем откладывать долгий ящик и здесь у меня видео идет без звука поэтому в это время я могу еще сказать пару слов на это встреча в тегеране с эрдоганом и как мы видим путин очень долго ждет эрдогана я не знаю по правилам дипломатических каких-то вот этих вот правил да вы извините за тавтологию ну вот по этикету да вот как как это должно быть но насколько я понимаю это не очень хороший знак когда руководитель как страны до президента ему приходится ждать это уже знак того что его не очень уважают но не будем на это очень большое внимание обращать надо безусловно это не очень приятно для страны до что руководителя страны так немножечко игнорируют да на целую минуту почти но давайте все-таки смотреть на невербальное поведение чем мы здесь занимаемся и делать определенные выводы я вспомнила встречу эрдогана и путина в двадцать первом году и вот получается в этом году путин с эрдоганом встретился дважды в тегеране и эрдоган еще приехал в сочи и вот эти три встречи мы с вами сегодня проанализируем начали мы со встречи в тегеране давайте и продолжим разбирать эту встречу и я буду там вставлять вставки те которые вот были с того с предыдущей встречи получается вот встреча в тегеране она средняя первая была в сочи в двадцать первом году потом тегеран вот 22 год и еще раз сочи 22 год вот так вот хронологически эти встречи происходили давайте смотреть внимательно как это все происходило здесь довольно длинный будет фрагмент но но он и очень интересный и теперь давайте смотреть путин конечно же не в своей тарелке он очень сильно подавлен а садится он с таким знаете поклоном ему хочется понравить он очень хочет понравиться и это вот в том как он ну вот вот этот поклон перед тем как сесть вы кстати обращайте внимание если вы видите что человек именно так садится он хочет понравиться ситуационно это или привычка бывают у людей такая привычка когда им всегда надо кому-то нравится вот такая у них стратегия поведения но мы понимаем что в данном случае путин очень подавлен поэтому он садится с поклоном а далее и обратите внимание руки во первых он поправляет галстук и еще раз усаживается как бы поглубже да и при этом смотрите ну вот наклоняется еще раз и занимает не весь стул и не расставляет ноги что тоже очень важно понимаете не расставляет ноги и не занимает все пространство стула это говорит о том что человек чувствует себя не в своей тарелке вообще потому как человек занимает место в пространстве мы можем понимать насколько он уверенно себя чувствует в той или иной ситуации в том или ином помещении да но естественно здесь понятно что территория не его и он чувствует себя неуверенно да значит смотрите взгляд его такой затравленный он смотрит на собеседника но он посмотрел сначала на собеседника вот так вот снизу вверх с опущенной челюстью попытался поймать его взгляд но когда понял что собеседник настроен не очень в его пользу видите он видно видно досада и еще раз он как бы наклоняется да то есть еще раз пересаживается то есть ему очень неудобно очень некомфортно на вот до паховой области чем вопрос днем подождите а что это такое где же там было очень интересно что же я это обрезала что ли сейчас так 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 но что-то не могу а вот это уже в двадцать первом году до по поводу паховой области там видимо будет чуть дальше я вставочки видимо вставила и немножечко тут переехала можно сказать да значит 21 год давайте посмотрим как ведет себя путин для контраста до чтобы вы поняли о чем я говорю чтоб вы поняли вот где он очень подавлен да вот где он чувствует себя хозяином положения это было в двадцать первом году когда помните за какое-то неосторожное высказывание эрдогана путин лишил его туристического потока с россии как мы все от этого очень сильно пострадали но он таким образом проучил эрдогана и эрдоган приехал к нему в сочи такой ну подавленный не подавленный но готовый на компромиссы данная на все возможные условия и вот мы видим как путин вот видите я вставочку маленькую вставила с предыдущей встречи да то есть где он во первых он расставил ноги широко да во вторых он ну ведет себя он раскинулся на кресле он чувствует себя хозяином положении в общем то он и есть хозяин положений хозяин территории в данном случае и здесь это все понятно а здесь опять мы возвращаемся в тегеран и мы видим как улыбается путин это улыбка слабого человека с опущенной челюстью желание понравится мы видим да и усиленное желание получить зрительный контакт зацепиться вообще зрительный контакт это очень важное важный элемент в общении если человек избегает зрительного контакта это значит он не хочет с вами вступать вообще в взаимосвязь да он не хочет с вами вести диалог он пришел не для того чтобы договариваться а для того чтобы ну либо надавить либо вообще в принципе он не заинтересован в самой коммуникации поэтому путину крайне важно поймать этот зрительный контакт и начать именно диалог зрительный на люди например ну бы было замечено что влюбленные люди смотрят друг на друга до 80 процентов времени вы представляете они просто глаза друг от друга не отводят и вот это вот самая высокая можно сказать степень контакта до степени доверия степень ну влюбленности да а когда этого контакта нет то и как говорится влюбленности и нет в общем-то пошлые шутки но это в стиле нашего руководителя он он тоже себе позволяет шутки про изнасилования поэтому будем ему под стать что называется это точно это очень хорошо и наши коллеги постоянно отношения развиваются ну вот видите и развивается и голова в плечи наш наш что мы там развиваем да и голова в плечи это говорит о том что совершенно это иллюстратор до который иллюстрирует не развитие а наоборот уход в себя я хочу спрятаться я в домике вот примерно такое а и продолжает ловить зрительный контакт при этом челюсть низко эмоция печали ну вот вот смотрите вот пытается посмотреть на собеседника и реакция печаль в глазах печаль губы пытаются улыбаться дно все равно мы видим что зрительный контакт не получен или получен не тот который он хочет и соответственно идет досада скрываемая агрессия скрываемая агрессия скрываемые негативные эмоции и это сейчас буквально чуть-чуть давайте назад про крутим потому что там был челюстью он еще челюстью повел давайте смотреть внимательно вот смотрите челюстью как видите вот это и досада и челюсть и подбородок то есть злость такая ему очень не понравилась реакция собеседника и он конечно же внутри себя очень сильно негодует но показать этого не может он в позиции слабого давайте дальше смотрите говорит о росте товара оборота но нет ни одного иллюстратора роста и печаль челюсть вниз я не знаю почему здесь вот объясните мне в комментариях пожалуйста потому что ну я догадываюсь что все таки товарооборот растет потом ну как минимум потому что с россией мало кто сейчас торгует уже да может быть из-за этого у него досада и вот эти вот все негативные реакции как бы говорит о позитивных вещах для своего собеседника да и как бы для для него тоже это должно быть радостно но все иллюстраторы говорят о том что он в печали от того что этот товарооборот растет но либо он не растет либо там как-то вот либо вот он испытывает печаль по поводу этого роста ну в общем объясните мне пожалуйста вы что это значит но по его поведению я вижу что это его совершенно не радует значительными темпами я очень рад что на полях нашего саммита астанинского нас есть возможность видите он пожал плечами и сказал я очень рад не рад он он очень сильно сомневается вопросов конечно очень много я хочу вас поблагодарить за ваши усилия смотрите а вербально обращается к собеседнику не но не смотрит на него а при этом поджимает подбородок и челюсть вперед вот это вот очень интересное предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольство а вот 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 эта тема его очень сильно коробит я думаю почему вот такое видите он говорит обращается к собеседнику но на собеседника совершенно не смотрит вот здесь вот он уже перестал ловить зрительный контакт вот здесь он уже боится показать собеседнику истинные свои эмоции а эти истинные эмоции кроме негативных вообще тут никаких эмоций нет почему потому что речь идет о том зерне которое нужно вывести из украины и и насколько мы помним для путина это была такая знаете разменная монета это был козырь в его рукаве который он держал и можно сказать шантажировал весь мир до тем что украина не могла вывести это зерно и здесь на помощь пришли турции и еще несколько стран и уговорили его выпустить это зерно и сейчас он ну для него это конечно же так он разыграл свою козырную карту до когда даже не разыграл а ему пришлось просто ее отдать и отсюда такие негативные реакции конечно же он пытается сохранить лицо даты тем что я же хороший да я же такой миролюбивый и прочее бла-бла но мы видим какие реакции у него по этому поводу и он боится показать истинные эмоции эрдогану эрдоган я думаю понимает очень хорошо что забрал у путина такой козырь и может быть ну вот то что он потом приехал это и было как бы ну ответом ну он как бы рассчитался за то что путин пошел на уступки да но здесь получается что он очень зол на то что его заставили заставили пойти на уступки и здесь получается вот наблюдаем за его реакции ну во первых уже с его стороны нет зрительного контакта да то есть он не хочет показывать свои эмоции злости до и вот смотрите как много реакции да и причем вот как вот смотрите поджимает губы челюсть в стороны ну в общем тут просто вот знаете и внутри его раздирает от злости вот я должна сказать он он очень зол и знаете вот его ситуация сейчас ужасно и он не может показать истинные свои эмоции да он не может ну по-настоящему их показать а по-настоящему там очень много негатива там просто знаете вот его вот столько много ну вот в нижней части лица да то есть он скрывает эмоции не показывает это просто вся гамма негатива видите и в конце и в конце прям поджал очень сильно губы да да то есть вот он как бы благодарит да за участие в этом да но вот его лицо это просто на этим показатель того что на самом деле он крайне негативно относится к этому участию и вообще кардогану за то что он вмешался заставил его отдать вот такой такой лакомый кусочек да видите злость отвращение без зрительного контакта сжимает губы челюсть сторону досада то есть все самое негативное он собрал и не показал постарался не сказать да как бы проговаривает вроде бы проговаривает позитивные вещи да благодарит но на самом деле ох как он ненавидит сейчас эрдоган а видите как он ну вот вот все это сказал да при этом никаких никакого зрительного контакта теперь вот его крупным планом показывают и вот здесь вот я хочу чтобы вы обратили внимание что у него но только что буквально были руки в замке на паховой области как вы уже наверняка неоднократно слышали от меня что паховая область у мужчины это самое ну можно сказать ценная часть тела да и в случае стресса мужчина в первую очередь закрывает именно это место и сейчас то что путин находится именно в стрессе говорит о том что его руки находятся в паховой области не на подлокотниках не занимают больше пространства а именно занимают самую важную часть тела и еще и в замке ну я думаю вы на это обратили внимание если не обратили то прокрутить немножко назад и посмотрите да значит это первое и вообще мало иллюстратора вот он проговорил вот это вот по зерну мы помним да и там вообще он ничего не иллюстрировал то есть жесты иллюстраторы они эмоционально усиливают нашу речь и добавляют эмоции добавляют больше такой вот прям посыл чтобы так чтобы это было более доходчиво до чем больше мы вовлечены в то что говорим тем больше у нас будет жестов здесь же жестов не было вообще потому что он старался как раз вскрыть свои эмоции смотрит в пол а ну и вот вот это вот то что он закрывает паховую область говорит о том что он находится в сильнейшем стрессе он находится не на своей территории он все самое плохое как раз сейчас с ним происходит он ему очень плохо вот в данный момент down давно уже является президентом он умеет проводить там переговоры да он умеет общаться он умеет не показывать свои эмоции но даже такой натренированный человек все равно вот здесь вот показывает свой стресс это о многом говорить видите и интересно при вашем посредничестве нам пришлось подвинуться говорят его ноги знаете вот сейчас так вот смотрите нога вот нога немножечко в сторону и притопнула то есть при вашем посредничество он там что-то позитивное сказал да при вашем посредничестве но на самом деле его нога сказала что при вашем посредничестве нам пришлось упустить очень важный для нас момент да нам пришлось в чем-то проиграть нам пришлось отодвинуть свои интересы и мы видим взгляд вниз да то нет зритель он не общается с собеседником он просто проговаривает что опять говорит о стрессе безусловно много вопросов и по сирийскому регулирую а вот пошло воодушевление то есть вот неприятный момент был там да по поводу зерна он проиграл а здесь он уже перескакивает на ту тему в которой он может выиграть та тема которая может заинтересовать собеседника здесь пошло больше воодушевления пошел первый зрительный контакт можно сказать видите смотрит вниз но сейчас челюсть в стороны сейчас вот посмотрел и теперь вниз челюсть стороны сжал губы отвращения взглотнул то есть знаете вот здесь он мне напоминает вот какого-то не хотелось бы таких сравнений но вот когда были бандиты да вот и они как раз именно таким образом общались они очень часто вот это движение челюсти и знаете такое ощущение что он вот-вот сплюнет на вот для них и там какой-то атрибут того что они там с высока относятся к тем кто здесь находится до могут себе позволить даже плюнуть да и вот вот это вот такое пренебрежение да и вот здесь мне показалось вот именно такой же жест да то есть он с одной стороны он как бы говорит какие-то позитивные вещи да но с другой стороны он но ассоциации у меня конечно сейчас очень неприятные но он дает понять что вот в этом плане он еще может дергать за ниточки вот вот здесь и пошла уже пошел уже ну в какой-то степени шантаж эрдогана то есть вот вот за эту тему он может дергать эрдогана что понятно по его поведению да он это не афиширует он это не говорит в прямую но он дает понять что вот это этот рычаг влияния у меня есть и будьте со мной немножечко по ласковей как бы говорит в этом плане путин ну и перспективные крупные двухсторонний проект и еще один аргумент у него есть еще один туз спрятан у него в рукаве и то есть по сирии он шантажирует сейчас эрдогана да и по поводу вот проекта я так понимаю что путин строит электростанцию в которой заинтересован эрдоган вот насколько я понимаю и здесь вот пошло такое прям воодушевление и он уже смелее смотрит на собеседника на поджимает подбородок через то есть вот эти два вопроса это те аргументы которыми путин будет и дальше задавать как-то тон общения да вот со своей стороны то есть он показывает свои аргументы да и он понимает что эти аргументы в них заинтересован его собеседник карабахский а вот здесь уже пошел еще один вопросик который интересен путину больше смотрите пошло тише пошел разговор тише поджимает подбородок не смотрит на собеседника сжимает губы то есть он дал два аргумента как от на которые эрдоган должен был среагировать и сейчас он дает еще одну свою как бы просьбу до чтобы собеседник отнесся к ней внимательней и вот проговаривает ее несмотря на реакцию собеседника а как бы данность доносит эту мысль чтобы она как прозвучало недавно встречался в рамках каспийского саммит а здесь он уже пошел оперировать еще какими-то личностями которые могут поддержать не не поддержать а добавить веса с его заявлению и пошло уже смелее еще раз рад вас видеть виновата улыбается отклоняется ну то есть много чего он сказал давайте смотреть дальше так дальше у нас так вот в двадцать первом году что происходило вопросов конечно очень много я очень рад вас видеть в россии видите как он себя вел намного ну совершенно по-другому да мы видим что и сидит он по-другому он ну да безусловно здесь стулья более удобные но тем не менее он занимает все пространство сидит ну вот кресло до ноги у него расставлены широко а он притопывает ступнями на тех моментах которые ему нравятся он вот на слове я рад вас видеть отталкивает коленом и локтем да кстати иллюстратор на один вопрос там был один очень важный вопрос для него до локтем отталкивает одной рукой придерживает ну то есть рад вас видеть но не очень рад конечно но тем не менее он всегда с эрдоганом он как бы говоря что он рад его видеть он всегда вот это вот бессознательно идет отторжение я не знаю почему видимо он понимает что эрдоган ну он либо отстоит свою точку зрения или еще что то ну то есть либо эрдоган я не знаю насколько он уважает его но он явно боится его каких-то как козырей можно сказать в рукавах я я не знаю но чего-то он в эрдогане вот его настораживает и поэтому идет вот это вот отторжение он всегда в отношении эрдогана когда он его приветствует он всегда локтем и коленом если есть такая возможность отталкивает вот это вот как раз и говорит об истинном отношении к человеку видите я рад вас видеть и вот ногой отталкивает а теперь встреча уже вот в сочи последняя третья встреча вот 22 год но меня кстати смутило почему целых четыре флага обычно там по два флага но это неважно да я так понимаю что это это в общем-то не касается к тому что мы видим а да давайте посмотрим уже на своей территории путин как он себя ведет как он приветствует своего гостя уже получается в двадцать первом году это когда он эрдогана можно сказать сначала наказан и наказал и эрдоган приехал к нему готовы договариваться а теперь давайте смотреть как сейчас эрдоган приехал и как путин с ним общается уважаемый господин президент дорогой друг мы очень рады вас приветствовать в россии видите опять вот это отталкивание сначала коленом потом локтем дорогой друг произнес но чуть тише то есть есть желание понравится но все равно бессознательно идет вот это вот отторжение то есть понимает понимает что эрдоган не так прост ну и надо держать с ним ухо востро так теперь смотрите вот здесь вот несколько противоречивых жестов с одной стороны жесты уверенности уверенность это потому что он находится на своей территории эрдоган уже приехал это уже зафиксировали все сми да и он уже как бы победил до первый раунд победа да и здесь получается у нас и тут несколько уве извините уверенных жестов он садится глубже занимает все сидение нет вот этих поклонов которые были в тегеране да ну и там много много всего расставляет ноги руки на подлокотники да не в паховую область прячет а именно на подлокотники причем стул такой же как был в тегеране но здесь но больше уверенности до больше ну вот показывает по крайней мере свою уверенность с одной стороны но с другой стороны смотрите сколько жестов и неуверенности тоже эмоция отвращения вот сейчас как раз мы остановили на этой эмоции кстати если хотите по эмоциям разбираться вот что называется слету да без замедленных съемок то пожалуйста под видео есть ссылочка на курс эмоции там очень много видео вы смотрите и это все у вас откладывается в голове вам не надо ничего учить там много много примеров именно из жизни как эмоции мы ну чтобы вы распознавали дальше сейчас он поправит галстук как мы знаем у путина это же самопрезентации как у нас и стероиды всегда поправляют волосы так и путин всегда поправляет галстук дальше левая рука сейчас скатится к паховой области видите вот скатывается невзирая на то что вроде бы она лежит но она безвольно скатывается в паховую область да это не замок в паховой области но все равно вот это скатывание говорит о том что человек не очень уверен все равно он пытается показать уверенность да вот с одной стороны он на своей территории и он садится уверенно нас на стул и все такое но рука все равно скатывается сюда дальше и челюсть у него опускается видите вот и поджимаются губы поджимается подбородок то есть вот здесь вот у него пошли вот эти все неуверенные жесты вот в итоге смотрите он пытается сначала показать уверенность да он в общем то что называется дома и стены греют да и это уверенность вот прям на он он прям гей фонтанирует да а потом вот это все скатывается на то что все таки не уверен смотрите здесь тоже интересно вот это лицо я увеличила челюсть сторону вопросов ссоре сейчас еще раз вот сюда вернемся это интересный момент вот смотрите челюсть сторону сжимает подбородок губы челюсть вниз и взгляд вниз то есть все таки в итоге мы видим что не уверен да он пытается показать уверенность но он не уверен вот так вот знаете он конечно же хороший коммуникатор он конечно же умеет показывать это все но мы видим что в итоге он скатился на неуверенность дальше давайте смотреть достаточно напомнить что в прошлом году товар оборот у нас увеличился на 57 видите коленками расширяет пространство наклоняется к собеседнику процентов а за 1 руки сводит в замок посмотрел на собеседника вы за первые месяцы и говорит про улучшение но ногой показывает наоборот сведения то есть уменьшение дальше года думаю включительно он увеличился два раза видите как постепенно скатывается вот тембр речи и вообще интенсивность речи скатывается очень сильно то есть то что он проговаривает в общем-то не внушает ему каких-то оптимистичных взглядов а скорее наоборот и вот громче на на какой фразе он говорит громче это как раз вот громче он говорит про то что ему ему больше интересно это проговаривать то есть тема которая его больше волнует будет проговорена громче из крупные проекты вот они крупные проекты его интересуют больше потому что он видимо ими больше пытается заинтересно заинтриговать собеседника до сжимает подбородок досада сглатывает то есть вот здесь вот эти крупные проекты они больше даже для того чтобы собеседника заинтересовать нежели для прибыли потому что вот это вот вся напускная его ну вот попытка показать уверенность да и воодушевление она как бы не соответствует ну вот все всему его поведению то есть он пытается сказать что-то и громче даю и чтобы его действительно услышали пытается вот это проговорить но его это не особо вдохновляет узнают про строительство видите галстук поправляет говоря про строительство вот это вот меня немножечко напрягло потому что это же самопрезентации больше нежели прибыли а поэтому вот это вот строительство этой электростанции я думаю что это просто для того чтобы сохранить дружеские отношения а не для того чтобы заработать деньги вот здесь вот мне так кажется я не знаю объясните мне кто больше в этом разбирается но вот здесь вот это вот электростанция она для самопрезентации понимаете а не для прибыли всякую но если другие направления энергетика что очень важно в этой связи хотел бы отметить что северный поток что а вот здесь вот пошла тема которой он думает что он точно заинтересует собеседника пошло больше живости пошли притопывания что он любит делать когда говорит о чем то что его как его воодушевляет и говорит громче да вот вот это вот для него очень важно и он пытается донести вот эту важность до собеседника то есть смотри вот здесь мы с тобой заработаем ну даже не знаю насчет путина заработает ли он но хотя да почему нет вот он пытается привлечь к выгоде своего собеседника и вот здесь вот он эту выгоду запрятал для него турецкий поток который мы с вами завершили строительством некоторое время назад сегодня является одной из важнейших артей снабжения европы российским газом видите притопывание много и эти притопывания про то что мы всех при прижмем вот таким образом то есть мы с тобой будем руководить этим давай присоединяйся вот я тебя приглашаю руководить этим процессом быть главным и турецкий поток в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов европу работает исправно работает ритмично без всяких сбоев я имею ввиду не только поставки для потребителей в турции но хочу еще раз повторить и для смотрите для потребителей в турции вот это ему не нравится кстати то что для потребителей в турции возможно он для турции какую-то супер цену дал или еще что-то ну то есть вот в этом месте он ногу убрал здесь ему пришлось пойти на уступки вот в этом моменте но в целом весь проект ему нравится потребителей в европе так что думаю расширяется расширяется ступнями расширяется то есть вот эта тема в которой он действительно чувствует себя хозяином европейские партнеры должны быть благодарны турции за то что она обеспечивает весь перебойный транзит нашего газа на европейский рынок потирает руки потирание рук это активизация энергии надо и знак того что вот здесь мы с тобой активизируем свою денежную энергию здесь мы с тобой заработаем поэтому присоединяйся welcome пожалуйста я готов с тобой работать вот что говорит он вот это видимо его предложение эрдогану но и давайте дальше внимательно смотреть ну и мы как и договаривались надеюсь нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей которые были достигнуты наши делегации при работе в турции буквально день два дня назад мы очень рады вас видеть добро пожаловать это зависит еще и от нашего сотрудничества видите как он говорит совершенно по-другому говорит да вот сейчас он более активно старается заинтересовать собеседника а в двадцать первом году он сидел вальяжно и просто как ну можно сказать как кода но не особо был заинтересован просто проговаривал да но и соответственно мы видим что совершенно другая подача то есть если сейчас он пытается понравиться то в двадцать первом году ему было все равно нравлюсь я не нравлюсь все равно знает что его слушают видите прикасается в реке что у него этот жест означает прибыль да и здесь как раз речь о том где он может получить прибыль давайте посмотрим то есть мы помним что в двадцать первом году путин продавал эрдогану прививки от коронавируса видимо на этом очень хорошо зарабатывал и эрдоган был готов покупать эти эти прививки кстати возможно я именно эту прививку и сделала именно здесь в турции но как бы получается что в общем-то эрдоган был заинтересован мы видим что эрдоган прям наклонился но мы в то же время видим что придут вот то что сейчас происходит эрдоган вообще не реагирует он сидит вообще никакой реакции да но совершенно поменялось поведение двух собеседников одни и те же собеседники спустя год в первом в двадцать первом году эрдоган был заинтересован и живо реагировал на все слова путина до путин при этом не особо напрягался для того чтобы понравиться для того чтобы продать что-то да он просто проговаривал эрдоган готов был у него это покупать да здесь в двадцать втором году сейчас путин уже и в глаза посмотрит и там как-то еще старается ему понравится активнее пытается больше сказать да то есть это как раз еще признак того что человек нервничает старается больше в то время которое ему уделили уделено больше дать информации чтобы заинтересовать собеседника но эрдоган абсолютно не реагирует давайте посмотрим посмотрим сейчас внимательно как это происходит вот это 22 год вот для всех этих стран конечно очень важно такие решения которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии хочу вас за это поблагодарить он пытается он активно во первых говорит вот сравните с 21 годом да когда он еле проговаривается слова да вот в лежит на кресле да и проговаривает здесь он активно проговорит какие-то предложения он хвалит собеседника кстати комплименты это тоже попытка привлечь собеседника на свою сторону попытка заинтересовать собеседника но мы видим что эрдоган сидит с каменным лицом он не меняет свою свое положение тела то есть он пришел сюда со своими целями и он эти цели достигнет и скорее всего может и дать достиг уже да и путин старается понравиться и мы как и договаривались надеюсь нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей небольшой кивок со стороны эрдогана что там тех договоренности которые были достигнуты наши делегации при работе в в турции вот буквально день-два дня назад мы очень рады вас видеть добро пожаловать в девятнадцатом году видите сначала ну мы мы видим что эрдоган вообще минимум реакции ну в принципе мне кто-то может возразить сказать что эрдоган вообще в принципе мало эмоциональный человек ну давайте посмотрим как он мало эмоционально себя вел в двадцать первом году турцию посетила 6 и 8 десяток миллиона российских туристов видите как эрдоган реагирует на слова путина вот на эти цифры которые которых он путин его лишил как раз двадцать первом году получается что путин взял и перекрыл поток туристов и тем самым очень сильно наказал эрдогана и вот это сейчас проговаривая эти цифры он очень сильно опять-таки задевает эрдогана за живое и здесь идет реакция реакция уже тело да то есть нет вот это невозмутимости без эмоциональности а ее нет когда действительно касается того что человека интересует видите какая реакция у эрдогана собирает все органы восприятия он крайне заинтересован он ну можно сказать вот прям он не хочет показывать свои эмоции но он очень вот прям вот прям собирает каждое слово произнесенное путиным до переваривает его и старается извлечь из него самое главное понять что ему надо сделать ловит каждое слово что вот знаете вот это тот как раз пример когда он ему в рот смотрит вот примерно так видите кивает более активно в двадцатом только полтора сейчас ситуация справляются 9 месяцев текущего года вас полный миллион видите и рука рук рукой гладит ну вообще вот видно что эрдоган очень заинтересован а путин сидит наслаждается своей власти это зависит еще и от нашего сотрудничества деле борьбы с коронавирусом видите а здесь он притронулся к щеке вот помните да что прививки так как раз из россии турция купила видите эрдоган как раз уже здесь эрдоган в паховую область прячет руку до одну руку прячет в паховую область другой рукой закрывает рот да то есть защититься и не сказать лишнего видите наклоняет корпус вперед колени сходятся то есть здесь эрдоган подавлен и ну здесь действительно есть реакция да на слова по челюсти указательным пальцем проводит то есть запрещает себе показывать эмоции до эмоции там явно негативные и теперь мы понимаем почему путин почти минуту ждал появления эрдогана вот таким образом эрдоган можно сказать ну отчасти отчасти поставил путина на место это первое второе сейчас я думаю вот эти договоренности которые ну вот заключают россия с турцией очень очень выгодны турции и очень невыгодны россии вот судя по поведению путина и эрдогана я делаю такие выводы я не знаю что там на самом деле но явно там какие-то драконовские условия для россии и в общем то тут уже не не моя специфика но судя по поведению путина здесь сейчас путин готов абсолютно на все он нам это демонстрирует как вербально так и невербально и как бы он не хорохорился не показывал что вот эрдоган к нему приехал даже то что эрдоган к нему приехал и как бы галочку поставил на том что ну за свидетельство как бы уважение да но это уважение я думаю что очень лихо отольется в условиях договора который они там скрепили но что будем смотреть пишите мне кто знает подробнее что там за договор что там за условия вообще что что он о чем они договорились просто я не совсем в курсе этого но я вижу по поведению участников да что здесь эрдоган я думаю что реванш взял по полной программе вот просто по полной здесь конечно же ну все все встало ну как бы дождался дождался он конечно в двадцать первом году очень сильно от путина натерпелся но теперь вот наблюдаем что дальше будет пожалуйста в комментариях пишите свое мнение может я что-то не заметила может еще вы что-то можете подсказать да не забывайте ставить лайк этому видео если вам понравилось если не понравилось напишите в комментарии почему не понравилось не забывайте подписываться на канал пишите в комментариях кого еще хотите разобрать у меня есть несколько идей я буду ставить на голосование пожалуйста активно голосуйте во вкладке сообщества чтобы я разбирала именно тех кто вам интересен в данном случае вот путин победил путина получаете да вот такая вот история да до новых встреч пока пока